Всем привет, с вами Прием. Сегодня вскрываем легендарочки на твинках. Необычное немножко начало. И надеемся на хороший недельный лут. Ну что ж, начнем же. Варлок-демонолог, персонаж для которого в него упала легендарочка, играя на ДК. На этом персонаже всего есть только Киллжеден и Ступни. Надеюсь, уходит что-то интересное, классовое. Сейчас придаст будет. Ну конечно, что же может иначе упасть на твинков, кроме ступней на кастеров-тканников, Киллжедена, Сефуза и Притаза. Естественно, это самые первые легендарки, которые будут дропать. Но не беда. На маге есть две легендарочки. Сейчас скроем и посмотрим, что там будет интересненького. Так, они уже в сумке, все идеально. Вскрываем. На маге по легендарочкам есть Притаз и все. Хорошо. Сейчас будут тканевые сапоги и какой-нибудь нагрудник. Угу, пояс на хростмага и нагрудник. Ну, понятно. Все кристально ясно. Хорошо. Идем дальше. Ну и теперь вскрытие сундуков. Все эти персонажи, они были специально прокачаны с сотого до сто первого, с целью того, чтобы просто вскрывать на них легендарочки. Играть за них, может быть, в будущем только буду, но их придется трансферить и делать с ними некоторые операции. А это нужно тратить финансы. Так, на всех этих персонажах, Шамане, Паре, ДК, Друиде и Паладине, были закрыты пятнадцатые ключи. Посмотрим, что сейчас упадет в виде девятьсот шестидесятого лута. Поехали. Шапка. Шестьдесят пятая. Что окошко? Шестьдесят пятая шапка, хотя у меня с этого и пятидесятая. Пока что можно заменить. Окей. Пятнадцатые казематы. Угу, хорошо. То есть надо топ-трансмок-то сделать, ну, а то что это такое-то? Так. Где мой топ-трансмок? Вот он он. Это мой топ-трансмок для Шамана. За Альянс. Сейчас продадим лишнее всякое. Ну и все. Можно идти далее. А далее я пойду на Друиды, на Паладина, потом на Война и потом на ДК. Мда. Сегодня у нас двадцать восьмое число. Получается первая неделя отборочных игр в MDI. Событие, называемое Mythic Dungeon Invasion, во время которого игроки должны проходить максимальные ключи, какие только возможно, в одной группе. И тем самым, если... О, легендарочка. Классно. И тем самым, если пройдут они высокие ключики, эти люди, и... Эти ключи будут выше, чем у остальных игроков. То есть самые лучшие команды, они попадут на дальнейший уже, так сказать, подготовительный полигон. Особые сервера, с возможностью покупки любого шмота для своего класса и спека. Даже нестабильного червейского кристалла и, наверное, введения Амантула в текущем контенте. Все равно там при следующих играх все будет сплющено в плане этом левела. Так, шестьдетое колечко. Ммм, зачем? Непонятно. Ладно, может быть, что-то придумаю с ним. Четырнадцатый квартал. Хорошо. Идем далее. Пожелаем, само собой, удачи тем группам, которые будут принимать участие. Надеюсь, что у русских групп все получится. Их не очень-то много будет, на самом деле. Скорее всего, лишь две, может быть, максимум три штучки, которые реально могут своим умением прохождения мифик плюсов попасть на дальнейшие мероприятия, связанные с этим турниром. И все они зажду. Хотя, может быть, есть какое-то альянсовское сильное. Я очень долго уже не слежу за всем этим. Потому что, можно сказать, около двух месяцев я ничего не чистил выше пятнадцатого ключа недельного. Но, на то есть причина. То есть, как в декабре, получается, при самой наилегчайшей неделе, которая выпадала на Новый год, я зачистил максимальный свой ключ. Двадцать третьи чертоги с рандомами, так и все. Более желания нет. Да. Хотя, может быть, оно скоро проявится. Посмотрим. Лутна фроста. Поехали. Шея. Шестьдесят пятая. Это весьма интересно, на самом-то деле. Глянем ее на фроста. Какое усиление, интересно, я с этого получу. Сейчас я переведу режим экрана в браузер. И мы все посмотрим. Немножко нужно будет подождать все это дело, но оно того стоит. Ой-ой-ой-ой-ой. Что с окном? А что случилось с ним? Алло. Что такое? Интересненько. Это очень интересно. Хорошо. Я настроил его по-новому, мне это вообще не составит труда. Оп. И вот так вот. Идеально. Так, ну что. Кликаем новую шейку. Попробуем взять кусочки наши вот эти. Нон-сетовые. Ну и все. Так. Чарку шейку сделали. Все. Find top gear. Теперь остается только ждать. Некоторое время. И сервис RaidBots покажет нам падение или повышение нашего ДПСа при замене выбранных шмотов. И составит самую лучшую комбинацию. Ждем. Так. Мой текущий сим ДПС 2231 на моем ДК. При замене шеи я делаю минус 1.4. Угу. Ну, в общем, эта шея бесполезна для меня. Спасибо. Минус лут, минус неделя, минус нервы, минус жизни. Ну, я доволен. Спасибо. Вот. Люблю ходить в МИФПЛИС. А-а-а! Капгалты набран. О, как умно сделали, да? Теперь шмотки нельзя продавать, если капгалты есть. А раньше это игнорилось все. Вот. Вот это вот Близзы молодцы. Вот, честно, за это можно уважать. Ну, маленечко голды перешлем. Так. И сделаем вот так вот. Ну что. Недельные сундуки вскрыты. Бафнуть на удачу людей, играющих в высоком уровне во включах, я не забыл. Легендарочки на твинках скрыл. Топовый контент недельный сделан. Возможно, будет контент по Бакуху Азероту в виде каких-то информативных видосиков, если я найду, что интересненького вам поведать и рассказать. Всех вам благ, счастья, здоровья. Пойду. Пойду. Дропать им Антула. Что еще делать? Япать дамагерский тринкет. То есть, получается, те игроки, которые играют с самого первого КД по Антору, по типу меня, уже заимели тысячный тринкет на свой класс Испек. И начнут прокачку второго с сегодняшнего числа. То есть, 28 февраля будет плит плюс пять к вторичному тринкету. Да. Берегите ноги. Не забывайте про эту гильдию. Вступайте в нее. До скорого.